Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь Стан», том 15, вопрос 2952. «Почему ваш лагерь назван именно в честь Климента Анкирского?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Этот вопрос был уже неоднократно отвечен кратко. Климент много-много страдал и с детства, будучи сиротой, помогал детям. Но в его житии есть повествование о том, как его родная умирающая мать наказывала ему стать мучеником за Христа. Привожу большой отрывок из «Жития Климента» по Дмитрию Ростовскому. Память 5 февраля по новому стилю. Он нам очень дорог. Родители его не были единоверными. Отец был язычник, служивший идольскому нечестью. А мать – христианка, происходившая от родителей христиан, и воспитана в христианском благочестии и добрых навыках. Имя ей было Ефросинья. Она была отдана замуж по принуждению и не по своему желанию вступила в союз с неверным мужем, так как родители ее надеялись на исполнение слов святого апостола. 1 Коринфянам 7 глава 14 стих. Но не случилось так, как они надеялись, ибо муж оставался погруженным в глубине нечестия и объятым тьмою идолослужения. Он не только не хотел обратиться к свету Христову, но и супругу свою Ефросинью всячески пытался увлечь к своему нечестью. Она также старалась наставить его на путь истины, денно и нощно убеждая его и показывая ему своим примером спасительный путь жизни. Но ничего не успела в этом, так как очерствело сердце его. Она молилась Христу о неспослании ей мило и милости, о том, чтобы они, соединенные телесным союзом, соединились и духом святой веры. Если же это невозможно, то чтобы они разлучились и телесно, так как нет у них единодушия в вере. Господь наш Иисус Христос, слыша молитвы рабы своей и милосердуя о ней, вскоре освободил ее от иго неверного мужа. Его, как человека непотребного, ожесточенного сердцем, он совершенно отверг и повелел перейти ему в вечность. Язычник умер, оставив после себя супруги малопервородное дитя, мужеского пола, еще в колыбели. Блаженная мать его, Ефросинья, питала его более благочестием, нежели молоком, а затем принесла его ко Христу, просветив святым крещением. Она дала ему имя Климент, что в переводе с греческого языка значит «Виноградная молодая ветвь». Весьма удачно она дала ему это имя, подобно пророчице, предвидя, что он будет отпрыском истинной лозы Христа, имеющим принести много зрелых кистей, душ человеческих, обращенных ко Христу. Самым именем она предсказала, что он будет знаменитым исповедником Пресвятого имени Иисуса Христа, прольет кровь свою и душу свою за него положит, и станет страдальцем и мучеником за Христа. Она учила сына чтению священных книг и доброму поведению, а равно наставляла его на всякую добродетель. Между тем, как отрок возрастал годами и разумом и уже достигал 12-летнего возраста, мать его святая Ефросинья приближалась к блаженной кончине своей. Предузнав о последней и уже возлежа на одре болезни, она желала, чтобы сын ее не столько был наследником ее скудного вещественного приобретения, сколько наследником невещественного, духовного богатства ее добродетелей. С материнской заботливостью она наставляла его, обнимая и лобызая. «Дитя мое, дитя возлюбленное, дитя, сколыбели осиротевшее и узнавшее о сиротстве своем прежде, чем об отце своем. Ты, однако, не осиротел, сын мой, ибо Отец для тебя есть Христос Бог, обогащающий тебя своими дарами. Я родила тебя, сын мой, плотью, а Христос Бог возродил тебя духом, поэтому знай, что Он тебе Отец. Признавай себя Его сыном и постарайся, чтобы не напрасным было твое усыновление Богу. Служи единому Христу Господу и во Христе полагай свои надежды, ибо Он поистине есть спасение наше и источник бессмертия. Он с небес сошел к нам, чтобы возвестить нас с собою на небо. Он сделал нас своими возлюбленными чадами и установил наше общение с Богом. Служащий сему владыке освободится от всяких дьявольских козней, уничтожит змеев и скорпионов и победит всякую вражескую силу. Он не только посрамит нечестивых царей, князей и мучителей, поклоняющихся идолам и бесам, но и сокрушит главы самих бесов, почитаемых ими. Проливая обильные слезы во время этой беседы, мать святого исполнилась божественной благодати и начала пророчески предсказывать имеющее с ним случиться. «Умоляю тебя, возлюбленный сын, — говорила она, — умоляю, чтобы ты воздал не единственный дар за все мои болезни и заботы о тебе, ибо наступает время тяжкое, уже близко гонение, дышащее страшною яростью и угрозами. Поэтому будь, как говорит Господь наш, Матфея 10, глава 18 стих, «И поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Сын, окажи мне эту честь, стань за Христа дерзновенно и мужественно, и сохрани крепко и непоколебимо исповедание Его имени. Я же уповаю на Христа моего, о, дитя мое! Вскоре процветет на тебе венец мученичества в честь меня и для спасения многих душ. Приготовь же сердце свое к подвигу страдания, чтобы не застигло тебя неподготовленным время подвигов. Знай, что полезно быть искушаемым бедствиями, подобно золоту в горниле, но ты не бойся, страдание будет временным, а воздаяние за него вечным. Скоро пройдет скорбь, и вечно продлится радость. Кратковременно будет бесчестие здесь, но вечно слава ждет тебя у Бога. Козни мучителей и язвы продолжаются один какой-либо день, Причем ярость царей земных бывает осмеиваема мучениками. Слава их увядает, огонь, уготованный именно христовых мучеников, угошается. Меч их поедает ржавчина, сила их погибает. Поэтому нет ничего такого, что могло бы отлучить тебя от Христа Господа. Ты же взирай на небо и оттуда ожидай себе великого, богатого и вечного воздаяния от Бога. Бойся Его величия, ужасайся Его суда, трепещи всевидящего ока Его, ибо отвергшиеся Его унаследуют уготованный им огонь неугасимый и мучения от червя неусыпающего. Тех же, которые, познав славу Божества Его, никогда от Него не отпадают, ожидает неизреченное веселье, радость и утешение со святыми исповедниками. Да будет мне от Тебя, возлюбленнейший Сын мой, воздаяние за принятые мною при рождении Твоем, болезни и за труды по воспитанию то, что Ты, исшедший из утробы моей, станешь исповедником Господним. А я буду называться Матерью Мученика и прославлюсь через Сына, пострадавшего за Христа. Поэтому постарайся претерпеть за пострадавшего за нас. И Ты сподобишься многих благ от Него, а я ради Тебя сподоблюсь общения со святыми. Вот я, Сын мой, стою у двери кончины моей. Для меня не воссияет завтра этот видимый свет, но Ты, Свет мой о Христе и жизнь моя в Господе. Поэтому умоляю Тебя, Сын мой, чтобы Ты не посрамил меня в надеждах моих, которые я имею, но доспасусь по слову апостола через ради чадородия. Я родила Тебя, Сын мой, чтобы пострадать в Тебе, как в своем собственном теле. Кровь, притянутую от меня, кровь, принятую от меня, пролей, не щадя, чтобы и я ради нее получила почести. Отдай тело свое на раны, чтобы и я возвеселилась о них перед Господом нашим, как бы сама пострадавшая за Него. Одна еврейская женщина некогда семь сыновей принесла Богу в качестве мучеников за благочестие и, страдая единую душою в семи телах своих сыновей, осталась непобедимою. Тебя же одного достаточно мне для славы у Господа моего, если Ты будешь ревностно подвизаться за благочестие. Ныне я отхожу от Тебя и явлюсь ранее Тебя перед Богом. Я отхожу телом, но останусь Духом с Тобою, чтобы сподобиться вместе с Тобою припасть к престолу Христову, похвалиться перед Ним Твоими страданиями и увенчаться Твоими подвигами, ибо и корень дерева, скрытый под землею, орошается той же росою, которую орошаются ясно видимые на земле ветви. Так в течение всего дня Блаженная Мать пред святою своей кончиною наставляла своего возлюбленного сына, обнимая и лобызая его голову, лицо, очи, уста, грудь и руки. «О, Блаженная я ныне», — говорила она, «и была бы заю члены тела мученика». После столь обильных наставлений речей она, преклонив голову, предала душу свою в руки Господа своего и почила с миром. После того, как естественная мать Климента умерла, Блаженную кончиною и была погребена, отрок Климент совершенно осиротел, имея единого Бога своим отцом. Бог, общий промыслитель о всех, пекущийся о сиротах и нищих, дал Блаженному Клименту в то время еще ребенку, другую мать. В том же городе жила одна благородная, честная и богатая женщина по имени София, подруга матери Климента, Блаженной Ефросинии. София жила богоугодно, проводя в молитве день и ночь. Будучи бездетною, она приняла к себе вместо сына всего Блаженного отрока, святого Климента, и любила его, как свое собственное дитя, всячески заботясь о нем. В это время был великий голод в Галатии. Нечестивые язычники бросали детей своих при дорогах, так как не имели чем питать их и сами умирали от голода. Тогда святой Климент собирал тех детей в дом Софии, второй своей матери, и питал их от ее достатков, одевал, учил и приводил их к святому крещению. Таким образом, он сделал дом Софии воспитательным приютом и училищем, а сама она стала матерью по-боге для многих детей, гораздо лучше, чем их матери по плоти, ибо она рождала их духовно, воспитывая в христианской вере. Святой Климент, будучи еще очень юным по возрасту, но уже приобретя разум совершенного мужа, начал от юности умершвлять свою плоть постом и воздержанием, живя подобно иноку. Он воздерживался от мясной пищи, а питался только хлебом и злаками. Питьем ему была вода, в этом он уподоблялся трем святым отрокам, тела которых, благодаря посту, оставались неповрежденными двойным огнем, как внутренним естественной похоти, так и внешним горящей печи. Для немногих христиан, живших тогда в этой стране, блаженный Климент был как бы божественным светилом, просвещавшим всех светом богопознания. Но уже наступало время сему сияющему светильнику быть поставленным на свечники, святому Клименту, светящему добродетелями, зайти на ступень освящения, чтобы просвещением наибольшего количества людей наставить их на путь спасения. По Божию промышлению и изволению и по единогласному избранию всех находившихся в Галатии христиан, он поставлен был сначала чтецом, а затем диаконом и пресвитером. Спустя же два года он был возведен и в епископский сан. Будучи еще молодыми молодгодами, ему было тогда не более 20 лет. Он стал вторым Даниилом, который, будучи юным, превзошел старцев разумом и добродетелью и показал, что старость определяется не количеством лет, но добродетельную жизнью и премудростью. Приняв епископский сан, святой Климент стал учителем не только детей, собрав которых во множестве учил книгам, но и старцев, приводя язычников к христианской вере и крестя их. Он все более увеличивал Христову церковь. Затем начало сбываться пророчество блаженной матери его Ефросинии и начал сплетаться для него мученический венец. Гонитель христиан Диоклетиан, вступив на римский престол в первый год своего царствования, разослал свои указы во все области Римской империи. Князьям и начальникам наместникам своим к егемонам, воеводам и градоначальникам, повелевая убивать и губить многоразличными видами смерти всех исповедующих имя Христова. При этом в своих посланиях он угрожал казнями всем тем правителям и князьям, которые осмелились бы не вполне ревностно исполнять его указ об истреблении христиан и назначал таковым подобные же муки и казни, как и христианам. Более же ревностным в мучительстве обещал богатство и почести. После казни над святым Агафангелом мучитель Луки повелел ежедневно мучить святого Климента в темнице. Мучение состояло в следующем. С жезлами, усеянными острыми сучьями, били мученика по лицу и по голове, налагая ежедневно на теле святого по 150 ран. Так мучили святого до 5 ноября, от 5 ноября до 5 января. Между тем, как святой в течение дня был сильно изъязвлен ранами, так что вся темница его обогрялась его кровью, ночью благодать Божия, неспосылаемая ему через святых ангелов, исцеляла его язвы. Язычники были в большом недоумении. Приходя ежедневно и находя его здоровым, они изумлялись и били его еще более жестоко. Голову и лицо его они уязвляли крепкими и глубокими ударами число до 150. Когда приближался праздник Богоявления Господня, прибыл от царя в город Анкиру другой воевода по имени Александр вместо Лукия, отозванного к царю. С наступлением ночи, когда должно было совершаться всеночное бдение празднику Богоявления, Блаженная София собрала к себе христиан, аравна своих слуг и воспитанных ею отроков и отроковиц, и пошла с ними в темницу к святому Клименту. Бог, с поспешествующей намерением верующих в Него, навел на стражей крепкий сон. Один только страж не спал, но он был тайный христианин, он и отверз темницу для пришедших. Верующие, вошедшие внутрь с премудрою Софией, освободили святого от оков и повели его в церковь, которая была в пещере. Здесь они с радостью праздновали благодаря Бога. С наступлением дня святой Климент совершил божественную литургию, и все приобщились божественных тайн из святых рук своего пастыря. Архиерей Божий предложил собравшимся обширное поучение, в котором предсказал о своей кончине. Он предрек, что скоро будет убит, и утешал их словами. Не бойтесь, братья, никто из вас не погибнет и не пострадает, ни одного из вас не похитят волки, только я с двумя клириками положу душу мою за великого архиерея Христа, положившего за нас душу свою. Предсказывал он и о том, что скоро прекратится гонение, исчезнет идолопоклонство и процветет святая вера, ибо небесный царь воздвигнет на земле такого царя, который сам, просветившись святым крещением, просветит и все области римского государства и воздвигнет новый Рим, после чего воссияет повсюду благочестие. Предсказав это своему словесному стаду, священномученик Климент возвеселил души слушателей. Затем он пошел в дом названной матери своей Софии, которая пригласила к себе и всех людей, бывших в церкви, и предложила им обильное пиршество. Святой Климент пробыл в доме ее до 23 числа января. Во все это время воевода Александр рассматривал различные дела, касавшиеся народа и управления. Наконец ему было донесено, что епископ христианский Климент ушел ночью из темницы. Тогда его стали разыскивать. Когда наступил день воскресный, архиерей Божий Святой Климент пошел в пещерную церковь совершить божественную литургию. Нечестивые узнали об этом и известили воеводу. Последний тотчас сам отправился с воинами и вошедший внутрь церкви нашел Святого Климента предстоящим престолу Божию и приносящим бескромную жертву. Воевода повелел одному из воинов извлечь меч и ударить архиерей сзади в шею. Когда воин ударил мечом, голова Святого Священномученика Климента упала на Божественный престол и на приготовленные дары. Таким образом кровью его обогрилась бескровная жертва и весь святой алтарь. Все верующие находились в великом страхе и ужасе. Они и себе ожидали смерти. Однако не о себе сожалели, а о своем пастыре, а потому начали громко рыдать. Воевода тотчас вышел вон, не причинив собравшимся никакого вреда, и только два клирика были усечены в алтаре вместе со святым Климентом. Имена их Христофор и Харитон, оба они были дьяконы. Блаженная София со слезами и радостью приготовила к погребению честное тело своего любезного приемного сына, на самом же деле духовного отца и пастыря. Она плакала, что лишилась его на земле и радовалась тому, что он ревно прошедший поприще страданий отошел ко Христу Господу. Святой был погребен с почетом вместе с обоими диаконами, усердием Софии и всего бывшего там христианского населения, близ гроба святого мученика Агафангела в пещерной церкви 23 января. Так святой священномученик Климент окончил продолжительный подвиг своего страдания, терпя бесчисленные и несказанные муки за Христа в течение 28 лет. Греческий историк Никифор говорил о нем так, от самого создания мира, всех тех, которые каким-либо видом мучений страдали за Бога, а именно от огня, железа, от каменьев, от повешения на дереве, а равное тех, которые сражались со зверями в цирках, или были замучены продолжительным заключением в оковах, или скончались от различных смертей в воде, в земле и на воздухе, или были погублены сильным морозом или зноем, или от каких-либо других видов мучений и казни лишили жизни, всех таких мучеников святой Климент с Агафангелом значительно превзошли своими страданиями. Он пострадал в различных городах от одиннадцати мучителей, в Анкире от галатийского наместника Дамициана, в Риме от царя Диоклетиана, в Никомедии от воеводы Агриппина, снова в Анкире от князя Курикия, в Амиссии от царского наместника Дамиция, в Тарсе от царя Максимиана, там же от правителя Сакердона, а затем от князя Максима и вельможи Афродисия, опять в Анкире от князя Вукия и, наконец, от воеводы Александра. Все тогда бывшие мучители посылали его друг ко другу, как какое-то чудо, никогда не виданное, ибо в течение столь многих лет и столь многоразличными лютыми муками он не мог быть побежден или поколеблен вместе с учеником своим Агафангелом. Псалом 26, 10 стих. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Лука 14, глава 26, стих. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Деяние 21, глава 13, стих. Но Павел в ответ сказал, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое. Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Поверишь ли, я сам себе не рад. Когда очнусь и в будущее вникну, как в прошлом опрокидывал домкрат, тянул жену с узлами злую нитку, но с каждым шагом горизонту ближе и с каждым вздохом опадает грудь. Прибой пока, ласкаясь, ноги лижет, доколе сумерки надвинутся вокруг. Что не по-нашему соднило досаждало, забвением скрасилось, слегка заробцевалось, колчан опустошен и притупилось сжало. На спусковом крючке теперь у смерти палец. Ни там, ни здесь души опоры нет, и телу не всегда есть опереться. Лишь познакомишься, глядишь, другой сосед, и в совокупности не светит счастье вместе. В жару ручьи сведут на нет сугроб, друзья растаяли, и с ними их подруги, а была дружба закадычная по гроб, рассыпалась внезапно и по-живому рубим. День покаяния стал прощение днем, знакомство свел с воскресшим Иисусом, ни шагу ныне без него вдвоем переполняет счастье там, где было пусто. Сосуд, горшок, кувшин, так назовем, телесную храмину, то есть тело, а содержимое когда-то перельем, и не куда-то, но в такой, но целый. При воскресенье будет при всеобщем, прах непонятно соберется в образ, из антиминсов вытряхнутся мощи, молниеносно на предпоследней скорость, и верю в это несказанно рад, из Библии узнал от Бога и Еговы, ветшаем зеркалом, но зрю иной наряд. Все будет праздничным, душа войдет в обновку. 24 января 2006 год, Игла. Субтитры создавал DimaTorzok